Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. 9 мая 2021 года. 5 лет Конституции Республики Западная Армения. Интервью с министром иностранных дел Республики Западная Армения Лидией Маркосян. Стадион, обстрелянный во время войны, вновь открыт в Мартуни, Арцах. Температура в Западной Армении резко снизится. Конгресс США призвал Турцию к ответственности за нарушение религиозных свобод. Азербайджан предоставил гражданство наемникам джихадистам из Сирии. Ван Артруны даст концерт под названием «10 откровений комитаса» в музее-институте Вартапет. 101-я годовщина признания Республики Западная Армения де Юра конференция 11 мая. 9 мая действительно важный день для армян, поскольку он ознаменует победу России над нацистской Германией в 1945 году, освобождение Шуши в 1992 году и принятие национальной конституции Республики Западная Армения в 2016 году. В рамках дня делегация Западной Армении посетила монумент «Мать Армения». Бочтила память бойцов победы. Делегация во главе с президентом Арменаком Абрамяном продолжила свой визит в военный музей «Мать Армения», где рассказала историю отряда 500 смертников «Орлов» во время Первой Арцахской войны. После этого президент Абрамян вернулся в Ереванский офис Западной Армении, чтобы поприветствовать добровольцев Западной Армении в присутствии военных властей Западной Армении, министра обороны Амика Саадяна, заместитель министра обороны Сурена Шаумяна и старшего лейтенанта Арутюна Акупяна. Президент Арменак Абрамян почтил пятую годовщину принятия национальной конституции Республики Западная Армения и призвал группы работать всеми возможными способами для усиления защиты и целостности границ Восточной Армении и Западной Армении, включая Арцах. Участники подтвердили присягу защищать родину. Бойцы-добровольцы из Западной Армении будут размышлены по согласованию с военными властями Республики Армения. Президент Арменак Абрамян официально призывает армян мира поддерживать добровольцев из Западной Армении. В эфире телекомпании «Западная Армения» министр иностранных дел Республики Западной Армения Лидия Маркусян представила реальные мотивы геноцида против армян. Затронула факторы, препятствующие национальной самоорганизации в рамках восстановления государственных интересов. Совершая интервью, она рассказала о процессах, проводимых на дипломатическом уровне и планах на будущее. Стадион Новокеан-Алина, который подвергся обстрелу азербайджанскими вооруженными силами во время 44-дневной войны, был официально открыт 9 мая в городе Мартунии. Как сообщает Армен Пресс, за открытием стадиона последовал товарищеский матч между командами ветеранов футбола Мартунии и Чартара, посвященный жертвам апрельской 44-дневной войн, победам армянского народа и героям, подарившим эти победы. По словам главы администрации Мартунинского района Эдика Аванесяна, соучредители фонда «Мечта» поддержали восстановление стадиона, пострадавшего от войны. Напомним, 2 июня 2019 года на стадионе Мартунии в рамках Конифа Евро-2019 в Арцахе состоялся футбольный матч Западная Армения-Южная Осетия, на котором футбольная команда Западной Армении стала вице-чемпионом Европы. Согласно последним данным метеорологии, в понедельник и во вторник температура в провинциях Карин, Ерцанка, Агр, Карс и Ардахан Западной Армении постепенно опустится ниже нуля. Граждане, особенно сельхозпроизводители, должны быть тщательно подготовлены к риску сельскохозяйственных морозов. Сильные осадки ожидаются в Центральном Черноморском регионе на Восточном береже Черного моря. В пятницу в Конгресс США был внесен законопроект о наказании Турции за нарушение религиозных свобод Константинопольского патриархата, греческих православных христиан и других меньшинств, сообщает газета «Ахвал». Каролайн Мелони и Гас Билиракис, совщадители и сопредседатели Комитета Конгресса по делам Греции взяли на себя законодательную инициативу. «Соединенные Штаты должны оставаться непоколебимыми в нашей приверженности общим демократическим ценностям наших так называемых союзников», сказал Билиракис. Сирийская независимая неправительственная организация «За правду и справедливость Сирии» СТГ, которая документирует нарушение прав человека в Сирии, обнародовала информацию из надежных источников, подтверждающую гибель 293 сирийских наемников из 2,5 тысяч сирийцев, как боевиков, так и новобранцев. Источник подтвердил, что джихадисты, посланные Турцией в Азербайджан, до сих пор не вернулись в Сирию. Согласно источникам организации, каждому бойцу в Азербайджане было выплачено 10 тысяч лир за три месяца службы, включая предоплату в размере 1500 турецких лир. Раненым боевикам компенсация не выплачивалась, однако семьям убитых призывников была выплачена компенсация в размере 25 тысяч турецких лир. Кроме того, по данным СТГ, около 150 наемников были из Кавказа. Что касается возвращения этих бойцов, СТГ взяла интервью офицера СНС, который сказал, в Азербайджане есть кавказские джихадисты туркменского происхождения. Им, конечно же, было предоставлено азербайджанское гражданство. Что касается сирийских арабов, они не вернулись в Сирию. Дорогие соотечественники и подписчики, Напомним, 11 мая 2021 года в Ереванском офисе Республики Западная Армения состоится конференция на тему 100-летия до юрепризнания Республики Западная Армения. Адрес – город Ереван, улица Агат Нагилоса, 2, дробь 2. Конференция начнется в 11.00, завершится в 14.00. Вступительным словом будет выступление президента Республики Западной Армения Арменака Абрамяна. Далее состоится сессия вопросов и ответов. Вход свободный. Далее для вас ансамбль Сосун. Сосно-Таха. Продолжение следует... Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телевидения Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok